Ну, никто ими не поверил, Дмитрий. Это, конечно, достижение и российского телевидения, и российского единоборческого союза, и достижение российского кикбокса, и достижение самого Бату Хасикова, и его промоутерской компании Fight Night, и промоутерской компании Плечом Плечу, те, которые создали все для того, чтобы сделать этот бой реальным. Ну и, собственно, секунды. Первый раунд из пяти. Гонг. Вот тот бой, которого мы ждали, дорогие друзья, уже начался. Вот плотность сразу же видна. И посмотрите, как раз Дмитрий Бату как будто услышал вас. Только первый номер. Давление, давление, постоянное давление. Ну, Бату умеет слушать. Умеет слушать, но за 50 не тот соперник, которому надо позволить по себе бить просто так. Ага. Тяжелые лоутики внутренние Бату. Подскользнулся. Еще видно, что где-то нервишки еще нервишки. Да, нервы, нервы, нервы. Видны нервы. Здесь они во всем читаются. Кстати, можно сказать, рефери в ринге Сергей Майфат. Зеленоград. Собираться для букса России. Вот тот удар, который зомбиец очень хорошо бьет. Скрытый удар правый боковой. Он постоянно маскирует за вот этими набросами, то, чем вы говорили. А потом резко очень пробивает. Вот он. Раз. Такой вроде не в полную силу. Здесь грамотно пятнашечки такие Бату справа-справа и тут же лоутик внутренний. И постоянное давление. Посмотрите, действительно, Дмитрий, вы, видимо, все-таки с Бату выстраивали... Если вы не поверите, вы не поверите, Максим, я с ним разговаривал. Да. Но это кроме шуток. Первый, первый номер, первый номер. Ой-ой-ой, есть! Посмотрите, сам Майк Зомбидис прям наткнулся на колено, опустив, как всегда, его излюбленные привычки. Вот здесь Бату как раз оружие его. Это колено. С высока своего роста ударит сверху. И в печень так. Тул еще очень тяжелый. Да, здесь вот еще по печени несколько мидлкиков тяжелейший пропустил Майк. А про это надо помнить. Каждую секунду боя, поскольку удары в печень, это оружие, это страшное оружие кикбоксера. А нокауты от Бату Хайского по печени мы с вами видели, ни один, ни два. Смотрите, здесь какой-то проблемный момент. Что случилось? Майк Зомбидис. Что-то с ним происходит. Капу проглотил, что ли? Да ладно. Проглотил капу. Что-то невероятное. Я впервые такое встречаю. Или зубы скололись от удара коленом? Проглотил капу. Да, я такое, знаете, первый раз вижу. Что поплевывали, видел. Или что? Или это перелом челюсти? Перелом челюсти от колена? Перелом челюсти, да. Не исключаю. Опа, вот это да. Да ладно, я не верю. Сломал челюсть. Сломал челюсть. Бату ему сломал челюсть. С коленой сломал челюсть. Представляете? Представляю, я это только что видел. Потрясающе. Вот это да. Но это драматизм. С осломанной челюстью питься нельзя. Хотя, ну так же так. Все ожидали боя, который, я не знаю, ожидали чего угодно. Не перелом челюсти на первых секундах. Но это в очередной раз доказывает, что вот бой невозможно спрогнозировать. Но всякое может произойти. А получилось, Максим. Вы знаете, у нас с вами все равно получилось. Бату начал наступать. Да. Челюсть, она сама не сломалась. Она сломалась от удара. Да, челюсть сломается от удара, естественно. Просто зрителям, естественно, хочется какого-то такого яркого поединка. Но здесь невозможно было. Сам Майк Замбидис. Тот, который... Замбидис не отдаст победу, если был бы шанс выйти. Но он руками разводит, ходит, говорит, я не могу. Его врач не выпустил. Просто врач не выпустил. Это перелом. Хотя странно... Но там, скорее всего, знаете, соединение вот это челюстное. Потому что открытый рот был. Да, сейчас посмотрим. Режиссер, может быть, нам доспал. Это уже концовка эпизода. И любопытно будет послушать интервью, конечно, Замбидису. Потому что все-таки случилось. Потому что так мы говорим, уверенный перелом челюсти. Но было ли он? Что произошло? Да, смотрим на Замбидису, и он вообще не ожидал этого итога. В связи с возможностью продолжить поезди от обладающего чемпиона пояса Байка Замбидиса. Дюджер наиболе продолжить борьбу с Байк Замбидис. С техническим нокаутом. Одержал победу. И тут же технический нокаут. Вот Бату сказал, что я хочу выиграть нокаутом. А вот это и получилось. Технический нокаут есть. Посмотрите, Бату ждал этой победы всю свою жизнь. Я, понимаете, я хочу, наверное, сказать ту вещь, которая сейчас висит в Озбиде. Не отдали ли? Дорогие друзья, Замбидис никому ничего никогда не отдавал. У него только выигрывали. И все его победы, это его победы. И все его поражения. Ох, что здесь творится сейчас. Да, это целый золотой дождь, посвященный вот этой большой великой победе. И такой неожиданный, может быть, для многих. Ну да, судя по тому, что мне кусок залетел в пасть, я извиняюсь. Да. Много можно здесь эмоционального говорить и прагматичного тут же, но... Но результат известен. Продолжение следует...